Эти кадры с пожара в микрорайоне Мамонтовка. Днём 7 января на пульт оперативных дежурных поступило сообщение о пожаре на улице Ленточка, дом 3, города Пушкино. Для тушения огня на площади около 300 квадратных метров привлекли 5 единиц техники и 15 пожарных, сообщает Главное управление МЧС по Московской области. К счастью, пострадавших не было, а вот здание дома практически сгорело. Семья из четырёх человек осталась без крыши над главой. Какая помощь необходима, можно узнать по номеру телефона, указанному на экране. С наступлением холодов резко возрастает количество возгораний в жилом секторе. Так, с начала 2023 года на территории Пушкинского городского округа произошло 14 пожаров, на которых пострадало 3 человека. Два пожара произошли в период холодов. Ещё один пожар произошёл в ночь с 9 на 10 января в СНТ Алёшинские дали. Там пострадали двое взрослых. Детей невредимыми удалось эвакуировать. Случаи бытовых возгораний увеличиваются в морозные дни. Это происходит часто из-за того, что владельцы домов игнорируют правила безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. «Чтобы не допустить пожара при использовании электрооборудования, помните, что нельзя размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. Следить, чтобы электрооборудованные приборы не находились без присмотра. Не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети». Всё это причины, по которым в холода практически каждый день случаются пожары. За 10 дней уже пострадали три человека. Погибших, к счастью, нет. Как подчёркивают в отделе надзорной деятельности, спасти жизни и не допустить трагедии поможет пожарный извещатель – автономное и простое устройство, работающее на батарейках. Именно оно фиксирует возгорание и оповещает о нём. Тем самым спасает жизнь и здоровье. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа.